2 марта 2022 года H&M Group приостановила все продажи в России. Учитывая текущие операционные проблемы и непредсказуемое будущее, компания объявила, что решила начать процесс закрытия бизнеса в стране. Но ущерб оказался настолько большим, что организация решила временно открыть офлайн-магазины для продажи оставшихся в России товаров. Накануне стало известно, что ритейлер внес предоплату за аренду торговых площадей почти на год вперед за свой флагманский магазин «Галерея Актер» в центре Москвы и согласился выплатить многочисленные штрафы владельцу торгового центра «Колумбус». Общая сумма выплат составила около 400 миллионов рублей. У меня братья младшие есть, они там одевались. Там дешевые, хорошие вещи были. Ну, то есть, в смысле, по качеству хорошие, хотя дешевые. Я одевалась как-то по привычке в Заре, Чендем и так далее. Но когда они ушли, мне кажется, вот именно масс-маркет, он подсуетился и вот шоу-румы и так далее. Я думаю, что это позитивно отразится на смысле в плане промышленности и в будущем нам будет легче выбирать и так далее. Мы не будем зависеть. Сначала я, конечно, расстроился, потому что, когда выбора меньше, это всегда не очень здорово. Но с предшествием времени нужно убедиться, что, в принципе, ассортимент есть, есть из чего выбирать. Поэтому, ну, одеваюсь просто в немного других магазинах. Я стала дольше ходить по магазинам, искать вообще, что себе, что одеть, что купить. Потому что, ну, там, где я одевалась, одежда мне подходила. А тут я смотрю и уже долго, тщательно выбираю, потому что выбора стало намного меньше. Трудно что-то найти, чтобы подошло именно тебе. 28 июля стало известно, что шведская сеть Чендем выставила бизнес в России на продажу. Потенциальным покупателям предлагаются права аренды на примерно 170 магазинов и товарные запасы стоимостью 210 миллионов долларов. Предложение о покупке бизнеса Чендем в России получили крупнейшие ритейлеры, в частности, Мелон Фэшн Групп и группа Спортмастер. Компания надеется найти покупателя на российскую часть бизнеса или ждет, когда появится схема, позволяющая остаться в стране. Алина Красильникова, Александр Кузнецов, Универ Ньюс.